Всем привет! С вами команда вульфа групп и меня зовут Евгений в эту сферу я пришел 7 лет назад я отслужил в армии год срочки и вторую половину службы я провел в лесу там меня всему научили дали какие-то азы основы и эта профессия мне показалось интересным после того как я вернулся из армии я решил найти людей которые занимаются профессионально этим делом и и я рыпался из компании в компанию из людей к людям и в конце по итогу я нашел Иван Дмитриевича который пригласил меня в свою команду потому что увидел во мне будущий потенциал сейчас на данный момент я являюсь низовым в его компании я занимаюсь помощи арбористам завеска спуска обслуживания техники инвентаря работа с веревками я не скажу что от меня зависит стопроцентный успех выполнения заказов и объектов но большую часть работы делают люди когда работают внизу да наши арбористы выполняют опасную и сложную работу но успех по большей части зависит от того кто работает внизу ну наверное самый курьезный случай который был в моей профессии когда я сломал себе позвоночник это был супер неожиданный момент когда я работал один с двумя арбористами до момента прихода в компанию и у меня была связь с одним арбористом с другим не было ее он начал сбрасывать крупные фрагменты деревьев один из них упал вниз отрикошетил и попал мне в позвоночник после чего я выбыл из строя на 2-3 месяца и на работу меня уже никто не жаждал брать после чего по стечению обстоятельств после моего восстановления меня пригласил к себе Иван Дмитриевич за что я ему очень сильно благодарен ну и что и как тебе сейчас со спиной работается ну бывает моментами тяжело потому что у нас постоянно интенсивные нагрузки первое время работал на обезболлах так скажем кушать хотят все приходится работать несмотря на какие-то недуги сейчас чувствую себя замечательно я грамотно распределяю свои силы возможности благо состав нашей команды позволяет это делать что кто-то где-то всегда может подстраховать дорогие подписчики смотрите обязательно на нас ставьте колокольчик подписывайтесь на канал не пропускайте наши видео потому что каждое видео у нас происходит что-то интересное а самое главное не забывайте про лайки это очень поможет а еще я женат я педагог по физической культуре и я не знаю как я попал в лес всем спасибо оставайтесь с нами будем рады новым годом всем привет меня зовут ильдар а ныне я боец оперативной группы при соборе родился сын мне необходимо было взять декретный отпуск ну и помимо этого есть достаточно много различных нюансов нас гнали бить людей а я человек гуманист люблю людей и никогда не хотел бы обижать людей без надобности вот как говорится справедливость она присутствует мы мы за мир за любовь за лес за жизнь я к тому что попал я в лес ну так что линии пересеклись наши исходя из того что не было работы и в любом случае мне необходимо было подрабатывать потому что была какая-то взаимозаменяемость супругой то есть день она с ребенком день я и в любом случае так как я кормились мужчина боец сошлись звезды так что мы пересеклись с иваном дмитриевичем по итогу моей работы на том первом объекте я был замечен как качественный исполнитель своей работы был замечен иваном дмитриевичем и был закреплен за основным составом и взят на постоянную работу короче я и пилю и дроблю и таскаю и завешиваю и навыки низового могу и вольнуть и так вольнуть большое-большое ему спасибо и всегда ему признателен за опыт за навыки за теплые отношения за уважение за то что всегда поддерживает теплое общение в коллективе за организованность и предоставляет нам уйму работы с кем бы я не работал какими бы арбористами с другими бригадами я не осуждаю людей но я не ощущал такой кайф от работы как я ощущаю в ульфа групп в ульфа групп номер один пушка это до тортеда я кайфую с этих ребят кайфую от коллектива и всем кто потерял себя или одичал хочу пожелать чтобы вы нашли также свое местечко не независимо где вот но в лесу гораздо круче мы не знаем преград видим цель не не знаем преград доходит в сибирь хоть куда угодно снег грязь метель в дождь работаем братья работаем всем спасибо люблю обнял мощь сила грация я сначала как будто я посмотрел как вся эта система выглядит вообще в общем как выглядит арбористы как выглядят низовые через буквально пару недель я уже сам взялся за пилу и за веревки без каких-либо обучений и прочего дальше меня корректировали коллеги по работе по цеху вот и постепенно я уже был низовым то есть буквально через месяц стал низовым потом я отработал потом я решил что можно легко и просто зарабатывать деньги в такси отработал год в такси такси загнулась по своим причинам и меня позвали в фирму я начал работать фирме также низовым и пильщиком начал развивать свои навыки прокачивать свой скилл работа пенька грызом работы чипером вот обслуживание всей этой техники но я стремился к мечте стать арбористом во фирме меня не получалось прийти к этой мечте к этой цели которой я шел очень много было сопутствующих задач и я просто в рутине загнулся это стало рутиной я мне стало все безразлично и неинтересно мне скажем так стал светить лучик солнце и надежды вот вульфу групп короче скажем так мой скилл в фирме пришел конечному все превратилось в рутину стало неинтересным я помнил про свою цель и помнил про свою мечту я про нее не забывал у меня друг работает в ульфа групп сейчас мы с ним вместе работаем он мне предложил стать арбористом точнее обучиться арбористике вот и в конечном итоге я пришел в ульфа групп и начал воплощать свою мечту и и сейчас да я начинающий арборист который с каждым днем повышает и прокачивать свой скилл учиться новому каждый день я узнаю что-то новое у меня нет такого что у меня развитие стоит на месте плюс от руководства постоянно получаю новые напутствия и новые рекомендации новые какие-то познаю открываю новые для себя горизонты которых я даже не знал а тут со мной делятся опытом передают его и я его принимаю обучаюсь и хочу стать одним из лучших хочу рассказать чтобы люди которые стремятся к своей цели не путались в рутине и не заблуждались там потому что самое худшее это потерять себя и забыть то ради чего ты вообще в принципе есть и создан пробовать себя в новом есть работа и пробовать себя в новом это нет ничего страшного и зазорного есть выходные пожалуйста попробовал чувствуешь что лежит действуй вот ну и люди которые стремятся к своей мечте и просто чтобы не тонули в рутине и помнили кто к чему они стремятся потому что если нет ответа на вопрос для чего ты все это делаешь то в конечном итоге мы остаемся темы теми клерками которыми мы есть ну да неважно профессии неважно какая профессия пробовать надо новому всегда я был продавцом я был осветителем в телецентре я господи кем таксистом был все профессии классные но что-то не твое что-то не подходит где-то сжимают гайки где-то зарплаты не устраивает где-то руководство начинаешь по ниточке собирать какие-то маленькие нити приходишь к чему-то тому что нравится мне нравится просто открытая природа свежий воздух мне нравится то что я каждый день дышу свежим воздухом у меня что-то новое новые объекты новые люди новое общение и все это происходит на неделе можно пять раз поменять локацию не каждый день за столом сидеть а поменять локацию интервью то есть насыщенность прям вообще максимальная и просто надо не стесняться и пробовать рискуйте и риску будет сопутствовать удача то есть удача любит рискованность ну да если в офисе сидишь каждый день за дня в день перекладываешь одни и те же бумажки да 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 если ты не попытался взломать главный сервер своего начальника и понять что ты хакер то ты не узнаешь хакер ты или нет а вдруг тебе это понравится ну как-то так это работает класс здорово молодцом спасибо конец Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дальше карьерного роста Вольфа Групп мне очень нравится Похоже, самая лучшая группа Которая связана именно с лесом Да, у нас был интересный очень объект Очень красивый И нам наш основатель группы Вольфа Ваня Он привез нам около 12 пиц, наверное Все разные вкусы, которые ты только захотел Это, грубо говоря, было в первый рабочий день Я вообще считаю, что в рамках нашего рабочего профсоюза Надо, ну, как бы внести это, знаешь, типа за регулярную основу Да Серега, отстань Я ничего не помню У нас все хорошо Курьезные случаи они всегда бывают Ну, надо просто вспоминать Так, наверное, сходу не смогу вспомнить Так что все, давай, Серега, баста Субтитры сделал DimaTorzok